В общем, пока там опять друг занимается своими делами, я побегаю. Так, это я на квестах. Что-то не то. Камера плывет, очень странно. Ну ладно. Надо найти проход. Проход в город. И поразбираюсь немножко, где что в городе находится. Это чужие квесты, я понял. Минутка. Нет, нет. Подъем. Где-то там. Нет. 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 И так мы в протекторате. Судя по всему, тут у нас проходы, почта, почтовый курьер. У меня даже есть какие-то входящие, мол, скорее всего, это НПЦ мне. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. И мне какую-то пигню дали. Подарок новичку. Это хорошо. Что у нас есть еще? Таверна. Сбегаю, гляну, что дает таверна. Это игрок. Таверна у нас здесь, наверное. Очень на то похоже. Обычная таверна. Собственно, с ничем. Единственное, что здесь есть костер. По-моему, он мне прислал письмо. Ничего оно мне не дало. Собственно, я хотел узнать, что продает трактирщик. За какую валюту. А он продает слабые зелья лечения. Судя по всему, в принципе, они не такие уж и дорогие. Малые зелья лечения уже пожестче. И, как я понял, это зелья восстанавливает 80% от вашего максимального запаса здоровья. Вплоть до 1000. То есть, не меньше, чем 80%, но не больше, чем 1000. Итак, зелья здесь есть на 15, на 30 уровень. Странно. А, наверное, у меня всего столько хп. Да, поэтому он и везде пишет 1500, 1300. Ладно. И здесь у нас продавать. Ладно, это не интересно. Банок у меня, в принципе, хватает. С этим интересно было все время, что у меня за банки. Первые на 1000, вторые на 1000. Одни вроде как можно передавать, другие нельзя. Может, будет смысл передать их кенту, моему служанка. Собственно, мне послали к доске объявлений. Зачем, без понятия. Так, у меня еще есть сюда проход. Тут все такие же простолюдины. Ах, обрыв на сервере. Вроде остановилась. В общем, ничего в таверне нет, кроме как... Как пойти к доске объявления и банки. Странники любят поболтать, когда выпьют. Все... Угу. То есть, она мне уведомляет как раз о... Арфисты, видишь ли, в каждом... Блин, надо было послушать, что она говорит. Может, она еще раз мне расскажет. Ладно. Что, собственно, у нас еще есть? Раскрепанный безумец. Это ладно. Летние события. Доминирование ПВП. Вот сюда я хочу пойти. Блин. И так, тут можно за Галду, либо же за... такую хрень купить все пэта. Но 5 голд это для меня сейчас много. Что тут мне чувак хочет сказать? А, торговец Зен задан от валюту. Ну, это понятно. Что есть еще? Летние события. Неинтересно. Сюда пойду. Что там?! Ну, что там? Ну, это будет... Как получить астральные бриллианты? Ага, участие в событиях схватки. Странно, я участвовал в схватках, наверное, проиграл. Возьму квестик, ага, значит они выглядят. Как, собственно, монетки. Какие-то скак... А, там еще что-то было. В общем, тут все покупается за какую-то особую валюту. Что у нас тут еще есть? Большой рынок. Как я понял, надо заходить в здание. Так. Продавец Зен. Продавец на рынке. Ага. Ага. Значит, это наши помощники, которые могут нам помогать. Волшебник. Я тут предполагаю, он долбит магии. Брат по оружию. Волшебник. Я так понял, это вообще танк. Защитник, да. А здесь поверитель. Потому что он дает бонусы к броне. Целитель-ученик. Устанавливает здоровье. Хилер. Регионер. Нападающий. Это воин. Песик. Нападающий. Интересно, кто мощнее. Регионер или пес. Шестность. По цене одинаковые. Кто-то наносит нескольким врагам. А этот по- одиночному. Машинник. Нападающий. Типа-роги. Щитоносец. Защитник. и дает парирование мне. Экзотические. Экзотические можно купить за, как я понял, бриллианты. Либо за много голды, либо за всякие вещи и гнети. Кошка. Усилитель. Интересно. Значит, здесь у нас наснимаются ТА-5 дисконнект. Да что такое? Интересно, сколько он даст мне времени, прежде чем выключить. Больше тут ничего нету, таких наемников за 2 голды. Так. Опять почта аукционный дом. Ну, собственно, аукционный дом я видел. Видел его на сайте. Как-то я его пролетел. Как я понял, тут все измеряется в бриллиантах вот этих, которых у меня нету. Я смотрел тут кольца. 12-й левел. В принципе, на сайте все то же самое. Странно. А вот. И если заработать тысячу, то, в принципе, можно 2 кольца себе купить. Или, может быть, скраптить самому. Так. Что у нас есть еще? Костер. Рунная маска. Лавка мудрость. Сбегаю, наверное, сюда. Да. Ну, я так понял, нам все да. Столько удивительных чудес в этом мире и в других. Угу. Ну, здесь, короче, какие-то волшебные камни, которые можно вставлять в оружие и в праздник. как огонь. Ага. А это для спутников. артефакты. Собственно, мне больше не интересует ничего. артефакты. Артефакты. Что-то не читал. в общем, когда мне будут артефакты, тогда я буду считать беды. В общем, когда мне будут артефакты, артефакты. Здесь, мы говорим, какую-то артефакту дадут за то, что я сейчас сделаю. Книжки прям как в Скайлиме. Здесь где-то можно будет потом почитать. Так, здесь все понятно. Иди сюда. Новый Шарандар противостоит многим опасностям. Может быть, с твоей помощью мы сумеем победить. Эльфы Ильин Брюина не думают, что ты станешь помогать бесплатно. Если нам повезет, к твоим услугам будут все ресурсы моего народа и тайные сокровища старого Шарандара. С чем еще я могу тебе помочь? Нажмите кнопку Компания. Старый Шарандар когда-то был сердцем Ильин Брюина, королевства эльфов. Теперь от великого города остались только руины в глубине леса Невервинтера. Мы пришли в Невервинтер, чтобы просить о помощи величайших из героев. Мы смотрели, как рождается твоя слава и обр... Хорошо, все. Пойду и спасу вас там всех. Магазинчик. Какие-то сумки сокровищ. Значит, нифига. Хорошо. жители Невервинтера, берегитесь нашествия темных ферри. Вот сюда еще не ходил. Ай, блин, это дебильный сервер. Ай, блин, так, где-то я пробежал. Это у нас банк. Банк гильдии и просто банк. Личный банк. Ну, я так понял, сюда я могу складывать нужные мне предметы. Не густо. Всего-то тут ячеек. А, вот можно купить еще только за донат. Конечно, что у нас в гильдии есть желобы. Так, оружие пробежал. Так, как так. Почти уверен, что сюда заходил. Ладно. пойду в это здание. Пойду Собственно, то же самое. Единственное, конечно, что тут есть походная аптечка, которая излечивает ранения. А также такие вот штуки, которыми можно открывать другие сундучки. в принципе они стоят не так уж и много. Не знаю, насколько это окупается. Боевые зелья, которые, я так понял, можно юзать в ПВП. торговец с оружием. Обычное белое оружие, которое по ходу дела а вот не белое, но классное. В чем подвох? И не сильно дорого стоит. И оно синее. странно. Странно. то же самое только уже за бриллианты. вон такой самый скупщик как и там. У тебя и личные эпические волшебные предметы. И он платит за них астральными этими алмазами. именно алмазами, да? Просто я думал, по-моему, моя валюта это бриллианты. Итак, ремесленники. Написано, что мне дать где-то здесь квест. магазинчик. Валюта, которая называется печать льва. Не знаю, что это. товары для та зараза. Не пойму, то ли у них сервак, то ли это у меня интернет. Средства. начну снимать видео конкретно про то, как я разбираюсь в ремесленном деле.